Дамы и господа, всех приветствую! Сегодня на распаковочке мобильный аксессуар. Давненько у меня не было чехлов от Moffy, а здесь у нас очень интересный чехол с новой текстурой. Это оригинальный чехол, поставляется в простой упаковке, но между тем должен быть довольно качественный. У меня от компании Moffy уже были чехлы, и они всегда отличались тем, что были очень высокого качества. Кому интересно, эти чехлы есть разных расцветок, я ссылку оставлю в описании, можете посмотреть. Чехол, конечно, с виду приятный, нет от него никакого запаха. Посмотрите, как красиво здесь у нас блестит логотип Moffy, то есть если попытаться попасть на него светом, посмотрите, как он переливается. Очень красивый чехол. По расцветке он такой не сильно ярко-красный, камера сейчас его делает очень красным, но он такой нейтральный более, и очень красиво смотрится. Вот посмотрите, чехол iBuyWay, который я заказывал на GearBest, примерно такой же по качеству, по виду. Видно, что основа у них одинаковая, и собираются они, скорее всего, на одном заводе. Единственное, что, как мне кажется, Moffy чуть более потоньше, то есть он чуть более приятный. Давайте попробуем их сравнить. Да, у Moffy чуть-чуть потоньше вот эти вот стенки, за счет этого телефон будет чуть более хваткий. А так, у них одинаковая основа, и видно даже вот все до каких-то мельчайших деталей одинаковое. Этот чехол, конечно, лучше всего будет смотреться на черном смартфоне, но нужно будет проверить на обеих расцветках, для того, чтобы все было максимально точным. Ну вот посмотрите, как он красиво смотрится, очень идеально сел, вырез под вспышку, вырез под камеру, просто отличный. Вырез под сканер тоже хороший, мне нравится, что очень удобно ложится палец, и нет сильного такого утопления туда пальца, очень классно. Также вырезы под микрофон, инфракрасный порт, и наушники тоже сделаны здесь очень хорошо. Важный момент, это, конечно же, камера. Этот чехол ее защищает без проблем, она там не просто вровень, она даже слегка утоплена, поэтому можно не переживать насчет камеры. Этот чехол ее защитит по нажатию на кнопки. Они нажимаются приятно, отчетливо, очень-очень аккуратный такой дизайн, очень красиво смотрится, и на ощупь очень приятно и легко нащупывается. Ну и, конечно, этот чехол нужно обязательно надеть на смартфон черного цвета, потому что черный с красным сочетается намного лучше, чем красный с синим. Я вот такой вот оригинальный чехол от Xiaomi использую на черном смартфоне. Смотрится просто бомбезно, кому интересно, тоже у меня на канале уже был такой чехол, его распаковка и даже тесты, и, в общем, он уже многое пережил, реально живучий чехол. Ну, это уже другое дело, очень красиво смотрится. По качеству изготовления я здесь не вижу ничего, ни клея, ни каких-то зазоров, все просто идеально. Этот материал на ощупь очень приятный, но когда ты трогаешь, ты понимаешь, что это не кожа, это кожзам, причем вот отчетливо понимаешь это пальцем. Бывает так, что ты покупаешь чехол, вот я покупал на гербесте чехол для Mi Max 3, и я так трогаю, а он реально как кожаный. Но я понимаю, что за те деньги, за которые я его купил, он не может быть кожаный. Но, в общем-то, здесь все по-честному, то есть ощущение не обманчивое, и это на самом деле кожзам. То есть, конечно, чехол не дешевый, кому интересно, я, как уже говорил, ссылку оставлю. Я покупал его, скрипя сердцем, потому что я обычно покупаю за эти деньги 2 чехла, либо 1,5 чехла можно купить. Но, в любом случае, хотелось его потестить и посмотреть, что он себя представляет. Все эти чехлы делаются на одном заводе, судя по всему, но в любом случае Moffy имеет реально контроль качества, поэтому эти чехлы, как я уже, кстати, убедился, iBuyway тоже очень хороший контроль качества имеет, потому что за все время он у меня нигде не испортился, он пришел идеальным, поэтому, если хотите сэкономить, можно взять вот такой вот iBuyway. Покупал на GearBest, я не знаю, есть ли он на Алиэкспрессе, по-моему, их там нет. Ну, а если есть денежки, то можно брать Moffy, у них гораздо больше всяких вариантов по исполнению, и вот этот логотип Moffy, все очень красиво так смотрится. В общем-то, делайте выводы, но, как по мне, так чехол очень-очень даже достойный. Не знаю, мне кажется, что он должен стоить дешевле, но он оправдывает себя. То есть, ты потратился, и ты уже не можешь найти каких-то недостатков. Спасибо всем за внимание, если видео понравилось, не забудьте его поддержать. Если хотите сэкономить на покупке даже чехла, то ссылка на кэшбэк в описании. Я, например, покупаю какой-то телефон, всегда пользуюсь кэшбэком, и эти деньги, которые я возвращаю, я уже трачу на стекла, на чехлы, и благодаря этому можно покупать разные всякие аксессуары фактически бесплатно. Спасибо за внимание, пока. Ах, да, кстати, забыл сказать, у меня есть группа ВКонтакте. Обязательно туда заходите, я рассказываю там о распродажах, о скидках, обо всяких новостях и так далее. А также у меня есть второй канал, на котором я выкладываю разные видео. Там тоже и распаковки есть, и обзоры, и тесты разных устройств, которые не попадают на этот канал. Ну и также забыл сказать, вот мой заказ, показать его, 8,70 стоил этот чехол. Доставка хоть и бесплатная, но, в общем-то, цена в два раза выше, чем у тех же iBuyWay. Не знаю, честно говоря, до сих пор меня немножко жаба душит, что я потратил столько денег на этот чехол. Ну, напишите, что вы думаете в комментариях, стоит ли этот чехол своих денег, или, может быть, действительно лучше купить там два чехла чуть подешевле, пусть чуть-чуть другого дизайна. Или все-таки стоит переплатить за этот красивый логотип Moffie и за то, что он реально очень качественный.